Итак, друзья, сезон мойки окон. Приобрели вот такой робот-мойщик D-BOT W100. Комплект поставки состоит из, собственно, самого робота, страховочного шнура, кабеля питания, пульта дистанционного управления, двух запасных держателей дисков, удобной маленькой бутылочки для моющего средства, инструкции и дополнительных тряпочек, салфеточек для мойки. Ну, сменные насадки, собственно говоря. Сам робот-мойщик имеет достаточно длинный кабель питания, порядка 5 метров. Здесь смысл в том, что кабель питания во время работы постоянно должен быть подключен к самому роботу-мойщику. Ручка, за которую вы держитесь, соответственно, сажаете робот на стекло, довольно удобная. На самом роботе два диска, на которые крепятся соответствующие салфетки. Салфетки, конечно же, нужно менять после каждой операции, поскольку они довольно сильно загрязняются, особенно, если вы моете окна, как говорится, снаружи. Так, с этой стороны крепится тоже 5-метровый вот такой страховочный трос, который можно с помощью карабина закреплять на какой-то неподвижной части, ну, например, балкона или ручки окна. Как осуществляется мойка? Значит, робот-мойщик подключается к сети. Здесь специальная фиксирующая резьба. Дальше подключаете, вернее, привязываете к нему страховочный трос. В данном случае он будет у меня на руке страховаться для демонстрации. Помещаете робот-мойщик, ну, где-то в 5, может быть, в 10 сантиметрах от края окна, прислоняете его к стеклу и активируете. Включается вентилятор, который присасывает робот-мойщик к стеклу. Все, он держится. На всякий случай я его страхую. Возьмем побольше. Дальше на пульте вы активируете вот эту кнопочку. И робот-мойщик начинает свою работу. Он сам поймет параметры размера стекла и будет делать свою работу. С самого начала не нужно брызгать на стекло никакими средствами. Он уберет пыль. То есть средствами уже со второго раза и далее. Кабель питания должен быть также не в натяг. Для демонстрации я буду держать его. Если вдруг он упадет, то останется невредим. Давайте остановим. Вот таким образом робот останавливается. Его можно вернуть. Допустим, если вы куда-то убегаете, а он моет вверху, еще и снаружи, вы можете его спустить, нажав на соответствующую клавишу на пульте дистанционного управления. И робот-мойщик будет потихонечку спускаться. То есть пульт достаточно эффективно управляет им вручную. Давайте остановим. Затем возьмем за ручку и дезактивируем. Смотрите. Опа! Все. Робот-мойщик у вас в руках. Вообще не спорю. Давай. Ага. И пониже. Он сейчас вниз идет, Свет. Во. Ага. Я открылся. Не, ну классно. Смотри-ка, довольно чисто. Итак, друзья, теперь мойка окон снаружи. Фиксируем страховочный трос на всякий случай на перилах балкона. Помимо этого будем еще держать его. Итак, робот-мойщик. Страховочный трос привязан. Питание есть. Помещаем его за окно. И включаем питание. Включается вентилятор и намагничивает его. Все. Теперь берем пульт и держим. Обязательно его держим. Ну, алгоритм потом сами для себя разработайте, как лучше. Но все-таки нежелательно, чтобы он ударился вот в карниз. И активируем кнопку. Поехали. Как и внутри, сначала мы не брызгаем ничем на окна. Он вытирает пыль. Только второй раз, когда вы будете обрабатывать свое окно, тогда уже можно обработать его чистящим средством. Работает, бедолага. Ну, в целом, со своей задачей справляется. Я думаю, если с чистящими средствами, да, и предварительно сухими пройтись, то все будет нормально. Пшик, 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 пшик. Давай, давай, трудись. Трудись, мой хороший. Не забывайте держать его. Все-таки жалко, если он упадет и разобьется. Смотрите, как он хорошо, да, очищает пыль. Прям видно следы. Вот видите, он до конца не очищает углы, но это естественно, поскольку у него довольно большой диаметр чистящих кругов. Ну, потом можно чем-то это домыть. Допустим, на швабру намотать тряпочку и аккуратно пройти. С первого раза, конечно же, стекло он не отмоет. То есть, несколько раз, включая чистящие средства, обязательно этим роботам нужно по стеклу пройтись. Чудес не бывает, и чуда от него не ожидайте. Это просто автоматическая тряпка. Так, долго не будем снимать, давайте его вернем. Активирую кнопочку вниз. Активировал. Мочек должен пойти вниз. Что он, в принципе, и сделал. Давайте потом активируем кнопочку вправо. Все, мощек пойдет сейчас вправо. Наоборот, да? А, ну, конечно же, мы же на обратной стороне стоим. Все, мойщик дошел до моей руки. Я его дезактивирую. Все. Вот он у меня в руках. Достаточно мощный и резвый аппарат. Ребята, слушайте, ну нам нравится. Все очень здорово. Несмотря на то, что это самый самый простой в линейке робот. Ну, работает работает достаточно эффективно. По крайней мере, мыть окна с ним безопасно. Не нужно перегибаться через карниз, через балкон. Вот так. Друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И всего доброго.